Вот только вот эту фигню я думаю заменить синие изолентой. Всем привет! С вами Вальфрам, первый ярославский видеоблогер. Вчера у меня сломалась мышка, мышка Genius. Вот такая вот черная мышка, черный, черный ночью. Черный, черный день. Такие истории раньше были популярны. Значит, собственно, в чем поломка заключается в этой мышке. Кнопки, значит, сами нажимаются, курсор сам бегает. И пользоваться практически невозможно этой мышкой. Я поначалу подумал, что мало ли там какие-нибудь вирусы завелись, или еще что-нибудь такая первая мысль у меня возникла. Но я ее подключил к другому компу. Она у меня была, эта мышка к ноутбуку подключена. А я к компу стационарному подключил. Тоже такая же фигня. Курсор бегает. Ну, я, значит, разобрал ее. Почистил кисточкой ее. Там много пыли было. И собрал все это так же, как было. Она поработала полдня. И опять сейчас вот такая же фигня. Не работает. Так что решил я ее полностью разобрать. Вот эту плату сейчас сниму. И помыть. Вот. Водой все здесь промою. Вот эта вот фигня. Не знаю для чего. Как это изолента. Не изолента, даже какой-то скотч. Тут вот светодиод закрывает. И я знаю для чего. Так. Дым-дым-дым-дым. Так, открутил. Что-то она. Что-то она не снимается, эта плата. Еще где-то, наверное, что-то. А, вот. Вот, короче, и все. Такая, наверное, здесь система. Ох, колесико надо. Как оно стояло-то? А, вот так там и стояло. Колесико вот сюда поставить. Вот-вот-вот-вот. Вот все отсоединил. Вот в наличии, значит, имеется вот такая вот плата. Давайте ее помоем. Средство такое вот, хеллп, называется. Промоем. И здесь все промоем. Теперь водой. Средство это... У него запах такой хороший. Запах сирени. Еще разок. Все подомыть. Корпус я тоже решил промыть. Там, ой, упала эта фигня. Но ничего страшного. Промыть тоже все это делал вот так вот. Средство мытью. Ну, как сразу все чисто. Как новое. Да и крышку можно куда-то помыть. Чтоб все чистенькое было. Замечательно кресло сразу. Средство становится. А вот колесико это, что характерно. Такой вот косяк в этих колесиках, что спустя где-то там год-два вот эта резина, она начинает разлагаться. Такая мягкая становится. Вот тоже ее помоем. Ну, что же чисто. Теперь, значит, все вот эти детали, все эти части надо просушить. Вот таким обычным пеном. Пролечаем. Вот, сушим. Значит, все. Уже почти что собрал. Сложного здесь ничего такого не было. Вот только вот эту вот фигню, я думаю, заменить синий изолентой. Сейчас по размеру сделаем. Для чего она служит? Вот это вот, это типа скотча чего-то. Черного. Так, да, чуть-чуть он прозрачный. Вроде, да, Хотя, могу ошибаться. Так, где ножницы? Вот. Можницы. Сейчас, значит, заклеим этот чип. Так, вот это дело было заклеено. Как-то примерно. Примерно как-то так вот. Вот так вот. Как новое. Пойдемте проверим, работает или нет. Проверять будем на телевизоре. Так, ну чё? КТВ, подключение новых устройств, поддержка устройства, и устройства. Окей. Genius Optical. Ну чё, работает. Так, нажмём Google. Всё, поиск Google не повезёт. Чего там набрать? Наберём слово Мороз. Неудобно здесь набирать. Мороз. Так. Морозка. Готово. Вот так-то. Ну, картинки по запросу Мороз. Всё прокручивается, всё работает. Отлично. Вот какой я молодец. Взял и починил мышку, промыл её водой, и она заработала. А то, как я до этого сказал, она сама нажимала кнопки, и курсор бегал, а здесь всё нормально, всё работает. Володейший Мороз. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интересней. Спасибо. Продолжение следует...